Сегодняшний экономический форум, на мой взгляд, заполняет очень серьезную пустую нишу выработки экономической политики всей нашей страны. Мы все знаем, что очень много проводится и у нас в России, и за рубежом разного рода экономических форумов, и практически почти на 100% эти форумы посвящены либеральной идее. Они ищут выход из создавшейся ситуации как в нашей стране, так и в мире, но по нашему глубокому убеждению этого выхода там, где они его ищут, нет. Они ищут не там, где потеряли, а там, где светло. На сегодняшний день, я думаю, что Орловский экономический форум, и я искренне желаю ему продолжения в ближайшее время, в ближайшие годы, думаю, что он станет вот такой запевкой для того, чтобы все общество видело, что социалистическая идея, государственная, патриотическая идея в нашей стране жива, и именно у нее есть будущее. Как губернатор действительно большого региона, я бы хотел посвятить сегодняшнее выступление региональному развитию в сегодняшнее время. О проблемах и путях решения этой задачи. Если говорить о планировании экономического развития, я сегодня наблюдаю за тем, как работают над этим вопросом мои коллеги, главы регионов. Вижу, что каждый регион планирует свое развитие самостоятельно, в отдельности от других, даже рядом находящихся территорий. Это и программы газификации, и программы развития энергетики, транспорта, схем добычи природных ресурсов, развития отраслей различных. И каждый регион в этом отношении, участвуя в какой-либо программе, ищет свое индивидуальное счастье. Это приводит, к сожалению, к дублированию, к различным перекосам в транспортных схемах, в производстве разного вида продукции на границе двух регионов. И это абсолютно неэффективно. Я бы сказал, что это вредная конкуренция. Как решать эту проблему? Вообще, если отвечать коротко и одним словом, это госплан. У нас в стране должен быть планирующий орган, который бы вот это все вместе координировал. Или любой другой государственный планирующий орган, который бы устранял эти перекосы, это дублирование и устанавливал хотя бы публичную ответственность ведомств и должностных лиц за развитие территории. Я сегодня, как губернатор, нахожусь в похожей ситуации у нас в регионе. Регион огромный, Кеннадий Андреевич уже говорил, область с севера на юг тысячу километров, и с запада на восток тысячу километров. И как сделать, чтобы все ее территории развивались во взаимодействии, чтобы они не дублировали, чтобы не повторяли друг друга, чтобы не было перекосов. Сейчас мы создаем такой механизм, точнее целую цепочку ведомств, которые каждый бы отвечал за определенный этап или за определенное направление. Приходится это делать инициативным порядком, потому что федеральная система такая отсутствует. Второе – это сущность планирования. Можно сколько угодно создавать разные структуры, ведомства, но если сущность будет та же самая, которая сегодня у нас в России, то мы здесь все равно результате не добьемся. Я сначала задам риторический вопрос. Скажите, пожалуйста, может ли какое-либо отдельное предприятие, регион в целом принять и утвердить программу развития или, скажем, на пять лет, не зная, какая будет через пять лет стоимость газа, электроэнергии, живя в условиях изменения налогового законодательства, изменения конъюнктуры, курса мировой валюты и так далее, и так далее. Никакое отдельное предприятие для себя такую задачу решить не может. За последние годы мы пережили с вами создание и утверждение трех энергетических стратегий развития страны. Позорное по поставленным для нас условиях вступление во Всемирную торговую организацию ВТО. Сегодня фактически слом всех этих условий. Санкции, новые обязательства, которые мы на себя накладываем при подписании международных соглашений, как, например, евразийское пространство. Наверное, мало кто из предпринимателей или руководителей регионов задумывается сегодня о том, что мы до 2025 года должны установить единые цены на газ для всего евразийского пространства. А они цены очень сильно отличаются. Куда мы будем двигать, вверх или вниз, это вопрос правительственный и для нас сегодня абсолютно неизвестный. Может ли предприятие выстраивать свою перспективу в таких условиях? Конечно, нет. А государство, которое должно эту перспективу и опубликовывать, и устанавливать, и нести ответственность, молчит. Даже антикризисный план, о котором в последние недели много говорится, и который обсуждает правительство Российской Федерации, проходит как-то конспиративно. Хотя мы должны знать сами, что это за антикризисный план, и подставить плечо всей стране и сами выжить. Только так мы можем выйти из этой сложной ситуации более сильными и обновленными. Как решить эту задачу? Я думаю, что те, кто постарше сидят в этом зале, они помнят, как в советское время каждые пять лет каждый регион проводил конференцию по развитию производительных сил этого региона. С участием Большой науки, Академии наук, с участием правительства, с участием местных руководителей и опытных людей. Это было абсолютно публично, и каждый, кто поучаствовал в этой конференции, а в каждом регионе это тысячи человек, они считали, что этот план, который мы вместе создавали, это его собственный план. Он считал, что он обязан его выполнять, а не тот, который в конспиративном плане доведен до исполнителей, и выполняй несколько дней, потом приходит новый план. У нас в Иркутской области была проведена вторая в Советском Союзе конференция по развитию производительных сил Иркутской области. Первая была проведена в Молотовском крае, сегодня Пермский край. И я вам должен сказать, что если вы сегодня прочитаете результаты этой конференции, вы увидите, что с 1949 года регион развивается именно по тому сценарию, который был тогда написан. Тогда было написано, что это должен быть энергопрофицитный регион развития большой энергетики, и затем на этой базе основа крупных энергопотребляющих производств. Это цветная металлургия, нефтехимия и так далее. Сегодня вот все то, что работает, то, что осталось, на чем еще работает и живет Иркутская область, это вот то, что было принято решение, осуществлено в результате этой конференции. Я хотел бы, чтобы и наши экономические форумы, которые мы сегодня начинаем, проходили именно в таком плане, чтобы мы с вами имели возможность работать и с теми, кто представляет правительство, и большую науку, и руководители регионов. Я думаю, что это у нас еще впереди. Мы начали эту работу у себя в области, и уже проходят заседания рабочих групп, круглых столов с привлечением достаточно крупных ученых Российской Федерации. Я надеюсь, что такой план развития области будет открыто обсужден и принят месяца через три. И тогда тысячи активных людей, которые будут осуществлять этот план, будут считать, что это их план. И тогда мы их усилия объединим и гораздо успешнее будем развиваться и быстрее. Конечно, мы сделали за последнее время немало шагов. Это и вся наша партия в целом, и фракция в Государственной Думе действительно принят закон о стратегическом развитии, но это только малая часть. Потому что в реальности, если будем откровенны, то сегодня пока этот закон не работает, пока не будут специальные организационные структуры, которые будут ответственны за выполнение этого плана, пока именно эти показатели не будут включены в результаты и оценки тех предприятий, тех отраслей и регионов, по которым они должны работать, а не сегодняшние показатели, которые доводят Министерство экономического развития, которые, к сожалению, носят только такой характер конъюнтурный. Я бы сказал, что занимаете там какое-нибудь 20-е место, и все довольны, все могут радоваться. Потому что при нашей сегодняшней экономике занимать там 20-е или 15-е место, скажем, при крупном, сильном, индустриально развитом регионе, как наш регион, собственно говоря, большого героизма здесь нет. Я думаю, что мы совсем к другому должны стремиться, и я уверен, что этот форум, который мы сегодня проводим, который начали, именно приведет нас к тому, что мы будем понимать, что это наши планы, что мы их придумали, мы их обсудили, и мы их осуществим. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова